Доброе утро! У кого-то день, у кого-то вечер, доброго времени суток. У нас сегодня вебинар, посвященный теме работы в социальных сетях. Меня зовут Татьяна Гутник, и я являюсь инвестором компании BeFargo и также ее партнером. Значит, мы сегодня будем говорить про социальные сети, и я бы хотела сказать о том, что социальные сети в России начали набирать популярность в 2006 году, тогда, когда появились Одноклассники и ВКонтакте. Тогда уже была известная социальная сеть, такая как Facebook, но на российском пространстве она стала набирать популярность только в 2008 году, потому что появилась русская версия Facebook. И знаете, что в 2011 году более 5 миллиардов долларов было собрано благодаря социальным сетям именно на рекламе. Поэтому цифры говорят сами за себя, да, уже можно делать какую-то статистику и говорить о том, что социальные сети – это не просто фотоальбом, как думают многие. Кто-то думает, что социальные сети – это просто фотоальбом, в котором есть фотки еды, там, селфи и так далее. Вот, на самом деле социальные сети – это сильный, мощный инструмент, который помогает нам продвигать свой бизнес. Я вчера погуглила и нашла такое определение социальным сетям. Я сейчас вам его прочитаю. Социальная сеть – это платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для построения отражения и организации социальных взаимоотношений в интернете. Понимаете, да? Социальные взаимоотношения в интернете можно выстраивать с помощью социальных сетей. Соответственно, участниками этих взаимоотношений социальных могут быть ваши потенциальные партнеры, клиенты и так далее. Сейчас самая популярная социальная сеть – это Инстаграм, поэтому мы будем разбирать пример с помощью Инстаграм, но также вы можете те знания, которые я сегодня вам расскажу, применять и к другим, к ведению других социальных сетей. Итак, Инстаграм. Чтобы прокачать свою страничку в Инстаграм, достаточно захотеть этого и соблюдать три простых правила. Я об этом уже говорила, вы их знаете. Это красивая картинка, цепкий пост, цепкий текст и правила регулярности. Соответственно, выкладываем посты каждый день. Когда я вела прошлый вебинар по социальным сетям, мне девушка одна написала о том, что она выполняет все условия, но у нее социальная сеть не работает, у нее не приходят клиенты из социальной сети. Я попросила ее, чтобы она дала мне ссылку на свой Инстаграм, и я посмотрю, в чем причина. Так вот, мы поняли, что причина в том, что на самом деле она не соблюдает всех этих правил, а точнее третьего пункта. У нее посты были один раз в неделю в лучшем случае. Соответственно, это не давало ей результата. Мы расскажем сначала, для чего нужна красивая картинка и как сделать красивую картинку. Многие думают, что они не умеют фотографировать или фотографироваться, но на самом деле здесь не нужно быть каким-то суперфотографом или дизайнером для того, чтобы сфотографировать, сделать качественную красивую фотографию. Достаточно просто обратить внимание на то, что отражает эта фотография. То есть, во-первых, если мы фотографируем человека, человек должен хорошо быть одет, он должен хорошо выглядеть, с иголочки. Это прическа, одежда, туфли и так далее. На заднем плане, если мы смотрим на фотографию, на заднем плане, даже если мы человека фотографируем, то на фоне забора этот красивый человек, например, мужчина в костюме, на фоне какой-нибудь дачи или забора непокрашенного и ободранного будет выглядеть не очень хорошо. Соответственно, когда мы фотографируем человека, необходимо убедиться в том, что фон, задний план картинки будет выглядеть достойно. Вы можете фотографироваться на фоне красивых бизнес-центров, на фоне улицы, чтобы это передавало движение. Вы можете фотографироваться на фоне красивых дорогих машин или в ресторане, когда на заднем фоне красивые столы или какой-то красивый интерьер. То есть, понятно всем, как отличить красивую картинку от некрасивой. Если вы фотографируете, например, еду и хотите, чтобы ваша аудитория видела, какие вы посещаете вкусные, красивые, дорогие рестораны, соответственно, вы не фотографируете пустую тарелку или вы не фотографируете тарелку, из которой вы уже начали есть. Но тут тоже можно импровизировать. Как-то раз я заказала себе томатный сок и хотела его сфотографировать. У меня там ромашку мне такую дали. Я хотела этот томатный сок, стаканчик сока сфотографировать с ромашкой. И пока хотела, начала пить из стакана. В общем, я выпила половину стакана и такая думаю, ой, я же хотела сок сфотографировать. Что я сделала? Я поставила этот наполовину выпитый сок, положила рядом ромашку, сфотографировала, и у меня получилась на фотографии половина выпитого сока в стакане. И я подписала «Стакан наполовину полон». И там хэштеги пошли. И этот пост, он у меня есть в социальной сети, вы можете его увидеть. И это было классно, потому что на тот момент как раз такая волна была у нас, что люди негативили. И вот когда я сфотографировала этот наполовину выпитый сок, во-первых, я сама осознала, что почему я должна осуждать себя за то, что я выпила половину стакана. И при этом текст появился, что «Стакан наполовину полон». Соответственно, я передала людям идею о том, что во всём нужно видеть позитив. И тогда люди, многие мне писали благодарности за то, что я выложила именно такой пост. То есть понятно, да, можно импровизировать, даже если что-то не совсем у вас корректно получилось, так как вы хотели. Для чего ещё нужна красивая картинка? Потому что когда люди смотрят вашу социальную сеть, первое, что они видят, естественно, это именно картинка. Уже потом они начинают читать текст, если им понравилась ваша картинка и они хотят узнать о вас что-нибудь, что вы о себе пишете, тогда они почитают ваш текст. Но изначально их зацепит картинка. И многие знают, что судят по одёжке, да, это не просто слова, это действительно так. Очень многие люди судят даже о владельце этой сети и о бизнесе, которым занимается человек, чья это социальная сеть, да, исходя из картинки, которую они видят. И чтобы человек, чтобы ваш потенциальный партнёр или клиент зашёл к вам на страничку и начал читать, изучать то, что вы доносите до людей, сначала должна быть красивая картинка. Потому что люди листают вот так, вот так видно, да, пальчиком, они быстро листают ленту в Инстаграм и смотрят, что много неинтересных картинок. Они их пролистывают, но как только они видят, даже если они быстро листали вот так, как только они видят красивую картинку, они могут вернуться по ленте и зайти к вам на страницу, посмотреть, что вы там предлагаете. Вот поэтому картинка красивая обязательно должна быть. Ваша картинка в социальной сети – это ваша визитная карточка. Соответственно, это первое и главное условие для того, чтобы ваша социальная сеть работала, чтобы вы могли получать с нее результат. Второе и важное правило, кстати, еще по поводу картинок, что я говорила вначале, если вы не можете, вам кажется, что вы не можете фотографировать или у вас не очень красиво получается, поиграйте, такой лайфхак, поиграйте разворотом камеры на телефоне. Вот, например, вы держите телефон так, ровно видно, да? Вот вы его держите, и вот ровно вот так вот в плоскости обычно… Где мои руки? Вот. Обычно в плоскости вот так вот фотографируют люди картинки или друг друга. Но если вы наклоните телефон немного так, или от себя, да, или на себя, для того, чтобы чуть больше захватить небо, или чуть больше захватить какой-то… Например, вы возле здания, да, и вы хотите, чтобы было много здания, чтобы была вот эта вот перспектива видна здания, чтобы движение почувствовала, чтобы энергия пошла по фотографии. Чуть-чуть наклоняете камеру просто на себя, или от себя, или вправо, или влево, и у вас получается совершенно другая картинка, абсолютно другой результат. Это касается фотографии всего, что угодно, и еды, и здания, и людей. В общем, любая панорама получается намного круче, если вы немного играете наклоном телефона, да, или камеры своей. Вот. Значит, дальше. Цепкий пост. Нужен цепкий пост для того, чтобы заинтересовать человека, для того, чтобы он на вас подписался, чтобы он стал за вами наблюдать. Потому что если он увидел красивую картинку, зашел к вам на страничку в Инстаграм, почитал, что вы пишете, и понял, что ему абсолютно вы неинтересны, как личность, вы пишете какой-то сухой текст, или скучный, да, или шаблонный, то есть везде одно и то же, и у вас на странице то же самое. То есть вы ничем не отличаетесь от других, и, соответственно, ему неинтересно стало сразу. Вроде картинка красивая, да, вроде бы вся лента красивая, но визуально, но когда начинаешь читать, не цепляет страница, и человек на нее не будет подписываться, соответственно, вы упустили клиента. Вот. Чтобы этого клиента не упустить, ваш текст должен зацепить его. Вы должны сказать о том, о чем-то таком, или сказать даже о том, о чем говорят все, но как-то сказать так, как не говорят другие. Вы должны передать эмоцию, вы должны передать какое-то состояние, да, чтобы человек спать после вашего поста не мог, чтобы он думал о ваших словах, о том, что вы сказали. Что еще поможет сделать текст интересным, не сухим, да, живым? Это, естественно, смайлики. Потому что, когда люди заходят на страничку и видят сухой просто текст, набор букв, это как книгу открываешь, не очень интересно. А когда вы свой текст подпитываете смайликами, подпитываете эмоциями, то тогда получается этот текст читабельным. Так вот, чтобы ваш текст был читабельным, разбавляйте его смайликами. Но бывает так, что люди перебарщивают, вот они из крайности в крайность. У них то текст полностью без смайликов, то у них одни сплошные смайлики. И они настолько перебарщивают в этом, что уже непонятен текст, его вообще просто не видно, одни смайлики кругом. Поэтому, допустим, вы пишете абзац какой-то в тексте, да, там 2-3 предложения. В конце абзаца вы добавляете эмоцию, какой-то смайлик. Вы говорили о деньгах, поставьте значки денег. Вы говорили там о вкусной еде, да, поставьте картинки еды. Вы говорили о покупках, поставьте смайлик покупок. Ну и так далее. То есть, это поможет вашему тексту быть интересным, не сухим и читабельным, не скучным. Да, и тогда человек увидел вашу красивую картинку, прочитал ваш интересный текст, подумал, о, как интересно она пишет, подпишусь. Он подписывается, всё, это ваш человек. И когда вы начнёте соблюдать третье правило, это постить каждый день, он поймёт, что вы не просто об этом говорите, а что ваша жизнь действительно такая, у вас каждый день это происходит, то, о чём вы пишете, и захочет жить так же, и спросит у вас, как вы этого добились, да. Что это такое, расскажи, научи. Всё, это ваш человек. Что ещё поможет написать цепкий пост, и какие ещё именно в тексте, да, есть помощники. И вообще, насколько, я даже, знаете, однажды вела вебинар на тему, она так и называлась, «Великая сила хэштега». Вот хэштеги тоже многие люди недооценивают, но на самом деле хэштеги – это круто, потому что хэштеги, благодаря хэштегам, можно поставить на свой пост, например, вы нарисовали картинку, допустим, ну, какого-то здания. То есть у вас, помимо того, что есть на картинке здание, и что-то вы подписали ещё в посте, нету больше ничего. То есть передаётся только, да, какая информация? О красивом здании, ну, и, может быть, о бизнесе, который вы ведёте. Но если вы начнёте хэштегами ставить какие-то краткие, яркие фразы, которые будут передавать смысл того, что вообще в целом говорить будет о вас, как о личности, или о вашей жизни, или о вашем бизнесе, это будет намного лучше и сильнее работать, если бы этого не было бы у вас. Хэштеги, например, вы пишете пост про бизнес. Вы можете такие хэштеги ставить. Также бизнес, инвестиции, пассивный доход, команда, успех, я не знаю, деньги есть, да, криптовалюта, фаргакоин, бифарга и так далее, и так далее. И, кстати, благодаря этим хэштегам вы сможете переходить по ним, смотреть, кто ещё по этим хэштегам постит свои посты, да, то есть кто является участником вашей команды. Благодаря хэштегам вы сможете находить друг друга, благодаря ним вы сможете друг с другом знакомиться. Благодаря этим же хэштегам вас кто-то может найти. Например, человек, который вообще не в курсе ничего про инвестиции, который вообще не в курсе про компанию бифарга, допустим, да, и который не в курсе про криптовалюту, но он хочет деньги. И вот он ищет хэштег деньги, он, например, хочет заработать денег и идет не на форпост искать работу, а идет в Инстаграм, и ставит хэштег деньги и ищет себе работу. И вот он заходит на хэштег деньги, все картинки отображаются в подборке по этому хэштегу. И тут вы, он заходит на вас, смотрит, у вас есть красивая картинка, у вас цепляет текст, он на вас подписывается, все, это ваш человек, да, то же самое. Вот, опять же, многие так делают, когда, например, вы ищете, ну вот я, допустим, я лечу в какую-то страну, где я вообще не знаю языка. Я не знаю языка, я не знаю, там у меня нет друзей, у меня нет никого там, я не знаю, как спросить, и, например, мне нужен фотограф, что я делаю? Я захожу в Инстаграм, ставлю, вот, допустим, фотограф Кипр или там фотограф Дубая. Все, я нахожу кучу людей, да, выбираю по картинкам их социальной сети, какие мне нравятся больше, и я вот, я уже с результатом, да, я нашла фотографа. То есть, это тоже такая, такой момент, хэштег, который помогает вам, безусловно, придавать значимости, да, своей странице и возможности, что вас найдут большее количество людей, если вы будете пользоваться правильными хэштегами. Что еще? Что еще такое хэштег? Хэштег – это когда вы сами себя программируете. Я как-то, знаете, начала писать хэштег «Дочь миллиардера». Я не являюсь дочерью миллиардера, да, но хочу ею быть. И я ставила себе в социальной сети хэштег «Дочь миллиардера». Так, знаете, спустя какое-то время люди стали говорить о том, что я дочь миллиардера, и мой папа стал говорить о том, что он станет миллиардером, потому что у него есть дочь миллиардера, представляете? То есть это является таким сильным посылом, который тоже трансформирует ваше понимание, ваше сознание и отношение к себе, да, или можно писать «Я миллионер» или просто «Миллионер». То есть закладывать к себе в голову нужные для вас убеждения и, соответственно, правильное мнение о себе формировать с помощью хэштегов. Вот. Я часто привожу пример Ольги Бузовой. Вы можете зайти к ней на страницу и посмотреть, какие хэштеги ставит она. Она всегда ставит хэштеги «Я лучшая», «Я создаю тренды», «Я люблю свою работу», «Мои люди всегда со мной», «Я в топах» и так далее, и так далее. Она всегда в iTunes, я номер один в топе. Вот, уже сколько раз. И у нее всегда вот эти хэштеги есть. Еще до того, как она попала в эти топы, она уже ставит эти хэштеги. И они помогают ей добиваться своих целей. Вот. Это очень мощный инструмент. Не пренебрегайте им. Так. Про текст со смайликами я сказала. Есть у нас кто-нибудь в чате, кто с помощью социальной сети узнал об этом вебинаре? Или нет таких людей сегодня? Все, наверное, по чатам, с помощью чата прошли, да? Я. Вот. Дмитрий узнал об этом вебинаре с помощью социальной сети. Это хорошо. То есть, это говорит о том, что мой пост в социальной сети, который я разместила вчера ночью, да, за 12 часов, даже за меньше часов, за 10 до начала вебинара этого, уже сработал. И человек, увидев его, пришел на этот вебинар. Дальше. Отлично. Благодарю за обратную связь. Третий пункт, третье правило для того, чтобы ваша социальная сеть хорошо работала и приносила результат – это пост каждый день. Пост каждый день нужен для того, чтобы люди вас не теряли. Например, вы начали вести социальную сеть сегодняшнего дня и написали о том, что вы такой классный, и у вас классный бизнес, и вы зарабатываете кучу денег. И присоединяйтесь ко мне в команду, я вас научу зарабатывать тоже. Поставили красивую картинку, написали цепкий пост, человек вас увидел, пришел на вашу страницу, прочитал пост, вы ему понравились, он подписался. Но в голове у него идея, что это неправда, такого же быть не может, чтобы ничего не делать, а деньги получать. Причем много, причем миллион до Нового года, где вы такую работу видели? И человек думает, нет, я не верю, убедите меня, да, вот он сидит с претензией, убедите меня. И чтобы убедить его, вам достаточно просто соблюдать это правило. Когда вы каждый день начнете капать ему на мозг своими постами, своими картинками, своим текстом, подтверждающим то, о чем вы писали в первом посте, на который пришел этот человек, он подумает, сначала он подумает, нет, все равно неправда, потом, ну, уже может быть чуть-чуть правда, но все равно неправда, потом уже он начнет верить больше. Потом еще больше, он будет наблюдать, 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 и когда-нибудь у него лопнет терпение, понимаете? Человек просто начнет вам писать, как ты можешь так зарабатывать, сколько можно зарабатывать, сколько можно путешествовать, научи меня, я тоже хочу, у меня нет больше сил за тобой наблюдать и так далее. То есть вы своими постами ежедневными, во-первых, подтверждаете то, что вы о том, о чем вы пишете, это правда, что это действительно часть вашей жизни. А во-вторых, вы подтверждаете, снимаете, как бы, да, возражения у людей, которые изначально вам не поверили. То есть вы в них вселяете уверенность, благодаря своим ежедневным постам, в то, что это действительно происходит с вами по-настоящему, что это не просто какая-то фантастика, да, а что вы действительно так живете и готовы помочь, и научить людей жить так же, как хотите, как живете вы. Что еще классного можно делать каждый день в Инстаграм? Можно снимать сторис, можно и нужно, потому что если, например, люди, которые на вас подписались, смотрят всего один пост в день от вас, но они хотят больше о вас узнать, или они стесняются написать вам, да, но вы начинаете снимать сторис, и люди уже вас видят, вас видят личность, они видят, как вы общаетесь, они слышат, что вы говорите, они видят то, на что вы обращаете внимание, да, потому что в сторис вы выкладываете именно то, на что вы обращаете внимание обычно. Вот, и людям начинаете вы нравиться, они начинают вас узнавать, они начинают доверять вам. И вот, знаете, когда люди приходят с социальной сети, то чаще всего это уже чуть ли не твои друзья приходят. То есть это настолько теплые, близкие люди, ты про них знать ничего не знаешь, зато они знают про тебя все. Вот, и это, когда контакт социальной сети идет, это уже теплый контакт, его нельзя назвать холодным, несмотря на то, что вы не знакомы. Просто та сторона медали, да, не вы, а вот та сторона медали, она все о вас знает, и она уже хочет работать с вами, она уже все знает про вашу компанию, потому что вы постоянно говорите об этом в своей сети с помощью постов и с помощью сторис. Вот, и тогда это тоже дает вам возможность получать популярность среди своих подписчиков и среди даже не подписчиков, благодаря тому, что вы такой активный, скажем так, юзер, да, Инстаграм. Также, что еще интересного есть в Инстаграм? Эта социальная сеть дает уникальную возможность записывать прямые эфиры. Вы можете общаться со своими подписчиками, вы можете рассказывать какие-то интересные, проводить тренинги. Правда, запись прямых эфиров в Инстаграм хранится всего 12, простите, 24 часа, но, тем не менее, она хранится. Тем не менее, люди могут с вами общаться и даже просто, например, вы хотите создать какой-то большой чат для того, чтобы поговорить со своими партнерами и ответить на вопросы. Вот, вы, допустим, видите, что вам одни и те же вопросы постоянно задают. Вы пишете афишу, пост, делаете о том, что будут ответы на вопросы, допустим. И все, включаете прямой эфир и отвечаете на вопросы своим подписчикам сразу. То есть, вы тратите один час и охватываете, например, 500 человек аудиторию. Это очень выгодно, это сокращает огромное количество времени вашего, которое вы тратите на бизнес. Представьте, вы поговорили бы отдельно с каждым из 500 участников, либо бы вы поговорили за один час сразу со всеми и ответили всем на вопросы. Это намного лучше. Вот, поэтому тоже это такой хороший инструмент, который я достаточно часто использую и, соответственно, имею с этого успех. Что еще можно, какая еще есть возможность в Инстаграм? В Инстаграм есть волшебная кнопка «Поделиться». И благодаря тому, что вы качаете свою страницу в Инстаграм и нажимаете кнопку «Поделиться», у вас ваши посты копируются в ВКонтакт, например, вы вставите «ВКонтакте поделиться» или там «Фейсбук». Вот, таким образом, получается, вы за одно действие получаете двойной результат. Вы написали один раз пост, поставили один раз картинку, но скопировали это в другую социальную сеть, вот у вас два результата и там, и там. Тоже классно, пользуйтесь этой кнопкой. ВКонтакт. Кстати, когда вы добавляете пост или копируете его, подкрепляйте аудио, потому что, когда ВКонтакте подкреплено аудио, это дает такой приятный фон, может человек расслабиться, пока включил вашу песню, например, у вас какая-то классная песня под постом, он включил вашу песню, она не доиграла, он не хочет уходить с вашей страницы, потому что там песня играет, и он начинает вашу ленту листать. Вот тоже еще один такой якорь, который можно зацепить к потенциального партнера, это аудио ВКонтакте. Что еще, друзья, интересного нам дают соцсети? Какой еще инструмент у них есть? Как вы думаете, какой еще инструмент есть в социальных сетях? Напишите, пожалуйста, в чат, есть у вас какие-то мысли? Что еще важного есть в социальных сетях? Хэштеги мы сказали, картинки мы сказали, поделимся постами сказали. Что еще классного есть в социальных сетях, причем вы это все знаете? Давайте поиграем в игру. Как вы думаете, что еще, какой еще сильный инструмент есть в социальных сетях? Причем во всех социальных сетях он есть. Чат пишет. Мне хочется услышать ваше мнение. В них все сидят 24 часа в сутки. Да, Дима, это абсолютно так, потому что действительно уже даже многие за столом в ресторане сидят с телефоном. Но что еще, что еще классного, вот помимо хэштегов, помимо эфиров, помимо всего этого, что еще есть классного в каждой социальной сети? Их много, да, это правда. Их много, и каждую из них можно использовать, так скажем, себе во благо. Чат пишет. Это основной источник информации. Правильно. Это основной источник информации, это сильный источник, сильная площадка рекламная именно, да. И это все, да, но я немного не о том. Ладно, я не буду тянуть время, как для бизнеса и для всех, да. Я говорю сейчас про лайки. Лайки это тот инструмент, который есть в каждой абсолютно социальной сети. И это очень сильный инструмент, хотя кто-то, точнее, многие не понимают, что лайк, обычный лайк, это реально инструмент для продвижения своего бизнеса. Кто-то даже настолько, ну я не знаю, настолько, видимо, в одной плоскости мыслят, что знаете, как себя порой ведут? Я не буду ставить ей лайк, потому что она меня обидела. Или я не буду ставить ей лайк, потому что у нее будет больше лайков, чем у меня. Вот когда у людей есть такие мысли, это надо излечить и работать с лайками, потому что лайки это сильный инструмент, такой же, как хэштег, такой же, как поделиться в контакт. То есть лайки обязательно нужны, важны и они должны быть. Почему? Сейчас я вам объясню. Потому что лайки это еще один способ привлечения к себе клиента. Я когда-то в свое время именно благодаря лайкам нашла однажды пост про инвестиции, который навсегда изменил мою жизнь. Как это было? Я просто в своей социальной сети увидела лайк, что мне кто-то поставил лайк. Я прошла к этому человеку, который поставил мне лайк и посмотрела, кто это. И там на странице увидела инвестиции, пассивный доход и так далее. Я изучила эту информацию и стала заниматься инвестициями. Понимаете, как работает лайк? Тот, кому вы ставите лайк, может зайти к вам на страничку и посмотреть, а что вы там вещаете, а чем вы там занимаетесь, а кто вы вообще, о чем вы, да? Во-первых, еще, когда вы ставите лайк, вы помогаете человеку, ну тому, кому вы поставили лайк на страницу, прокачать свою социальную сеть, сделать ее, так скажем, интереснее. Потому что, когда на странице много лайков, кажется, что эта страница популярна, кажется, что эта страница востребована, что она интересна. И даже уже, если у вас не такие интересные посты, но зато у вас много лайков, люди будут на вас подписываться, потому что вы популярны. Это, знаете, как эффект толпы, где много лайков, там я тоже должна быть. Вот, соответственно, вы помогли человеку прокачать его социальную сеть, поставили ему лайк, и тогда то, что вы это отдали, вы реально захотели помочь человеку, да, поставили ему лайк. И тогда вот это вот желание помощи, да, вашего позитивного отношения к тому, что лайк – это помощь, вам тоже будет приходить эта помощь, вам тоже будут люди ставить лайк, и к вам вернется это еще в 10 раз больше, чем вы один раз поставили. Понимаете? Поэтому ставьте друг другу лайки обязательно. Ставьте лайки незнакомым людям. Постоянно, вот, например, вы написали пост, в инсту зашли, да, вообще, вот как работать в инсте, что в ней делать? Вот вы зашли туда. Зашли, выложили пост, поставили картинку, написали текст, и каждый день так делаете. Что еще вы можете сделать? Вы можете пройти по своим же хэштегам, например, по хэштегу инвестиции, да, открыть нескольких людей разных и пролайкать их странички, да, там по 5, по 7 лайков на каждую страничку, если вы видите, что человек, например, не участник вашей компании. Вот. Увидели там хэштег, например, или написали хэштег «работа», или «ищу работу». Зашли туда, увидели, кто ищет работу, и поставили лайки людям. То есть, это тоже привлекает к вам внимание. И это здорово. Вот. И еще, что я хотела сказать по поводу социальной сети Instagram. В какое время лучше делать посты? В какое время лучше их публиковать? Например, считается, что самым таким, то есть, благоприятным временем, когда ваш пост наберет наибольшее количество лайков и просмотров, есть вот определенные промежутки времени в сутках. Первый промежуток – это 9-10 часов утра, когда люди приехали на работу и пьют кофе. Вот они приехали на работу, налили себе кофе, открыли Instagram, и первые посты, которые в ленту добавились, они начинают видеть. То есть, ваш пост также может быть первым с утра, и ваш обязательно пост увидят. Особенно здорово, если вы в этом посте напишите что-то, какое-то пожелание хорошего дня, или доброе утро, друзья, желаю всем хорошего настроения, какой-то такой легкий, ненавязчивый пост, если даже у вас будет такой легкий пост с утра, например, по понедельникам, то есть, вы приняли решение, что в понедельник утром вы будете выкладывать пост и желать всему миру хорошего настроения. Все, да, вот у вас уже один график есть. Следующий, какой промежуток хорошей времени? Это примерно с часу до трех дня, когда люди, которые утром попили кофе и полистали Instagram, идут на обед. Вот они заказали себе еду, и пока они ждут еду, что они делают? Они опять идут в Instagram. Они листают Instagram, и ваш пост также в это время может быть увиден большим количеством людей, потому что это обеденное время, для всех, так принято в мире, в принципе. Вот, не только в России даже. Следующее, какое время? Это примерно 5 часов, 17 часов, но там меньше людей, это те люди, которые перед работой забежали в Instagram. И еще один такой мощный поток просмотров происходит в промежуток где-то 18-20 часов, когда люди заканчивают работу, стоят в пробке, едут домой, вот они листают инсту, или свои также посты, допустим, выкладывают вечером, и заодно могут увидеть ваш. То есть, если вы будете соблюдать три простых правила, красивая картинка, цепкий пост, и каждый день пост, и еще вы будете выкладывать эти посты вот в эти промежутки времени, я вам гарантирую, что ваша социальная сеть не пройдет и двух недель, как начнет приносить вам результаты. Это 100% нет ни одного человека, ни одного, который, соблюдая эти правила, не имеет результат. Это я вам говорю по своему опыту и по опыту тех людей, которые давали мне обратную связь, у которых также работает социальная сеть. Поэтому я желаю вам красивых картинок, смелых постов и хороших результатов, которые вы, достижения ваших целей, которые вы преследуете, начиная вести в социальные сети. Давайте, если у кого-то есть вопросы, вы, пожалуйста, их напишите в чат. Есть вопросы или нет по работе с социальными сетями? В любом случае, если у вас появятся вопросы, вы всегда можете написать мне вконтакте или в инстаграм, в директ, и я с удовольствием отвечу вам на ваши вопросы. Вот. А сейчас я вас хочу поблагодарить за то, что вы уделили мне время, пришли, послушали вебинар, за то, что вы меня поддерживаете и проявляете интерес к тому, что я делаю. Вот. Всем хорошего вечера и до встречи в следующих эфирах. Эта запись, этого эфира, будет выложена на нашем YouTube-канале, поэтому приглашайте на него своих партнеров и подписывайтесь на канал, ставьте нам лайки, потому что нам это приятно. Вот вопрос, как опубликовать сториз? Татьяна спросила. Смотрите, Татьяна, вы заходите в Instagram. Видно? Вы заходите в Instagram. Так, сейчас я посмотрю, как мне сделать так, чтобы вы видели. Ладно, так не видно, давайте сделаем по-другому. Возьмите в руки телефон, где у вас сейчас Instagram и нажмите на домик. Получается, с левой стороны внизу на главной странице Instagram есть такой домик черный. Когда вы на него нажмете, у вас появится сверху камера вверху вашего экрана. Так, у меня компьютер завис, прошу прощения. Вот, у вас появляется камера. Вы заходите в эту камеру и внизу есть режимы. Прямой эфир, обычное. Обычное это фото сделать. Есть режим бумеранга, есть режим обратной записи, есть режим свободные руки. Вот в режиме свободные руки как раз таки записываются сторис. Вы нажимаете кнопку, которая здесь посередине внизу, и записываете. Каждая сторис длится 15 секунд. После того, как вы ее записали, вы нажимаете плюсик и добавляете сторис, то есть, выпускаете ее, да. Если она вам не понравилась, вы можете ее удалить и записать новую. Пожалуйста, Татьяна. Мила написала, что все очень интересно. Я рада, что вам понравилось. Итак, увидимся в следующих эфирах. Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok